Проблема с неприятным запахом в подмосковном Волоколамске решится через несколько дней. Прогноз местной администрации на полигоне бытовых отходов Ядрова, который стал причиной массовых жалоб на зловоние, в тестовом режиме заработала система дегазации. Сегодня мы видим, что факел уже работает. Работает на 50% пока своей мощности. И голландцы дальше начинают настраивать этот факел. И через 2-3 дня уже выйдем на 100%. И надеемся на то, что запаха полностью не будет. Ну, как вы слышали, этот самый факел – система дегазации по голландской технологии. Установка и оборудование также занимали зарубежные специалисты. Для того, чтобы над полигоном начала работать огромная горелка, свалку сначала накрыли специальным полотном, а потом просверлили 5000 скважин, каждые по 17 метров глубиной. По ним свалочный газ и будет подниматься к факелу. Главное требование, чтобы все процессы происходили внутри системы. Эти требования соблюдены. По замыслу дискомфорта у живучих рядом с ядрома возникнуть не должно. Более того, то, что раньше доставляло лишь проблемы, можно использовать с пользой. Это, к примеру, для выработки электроэнергии. Вадим Заводченков расскажет, как это работает. Вадим, я вас приветствую. Добрый вечер. О каких масштабах, интересно, идет речь? Алексей, энергетический потенциал мусорных полигонов велик. Представьте, самая большая энергетическая установка подобного рода работает в Стамбуле, и она способна обеспечивать энергией 200 тысяч человек. Широко использовать твердые бытовые отходы в качестве альтернативного источника энергии начали сравнительно недавно. Активное развитие технология получила в 80-х годах прошлого века в США. Сейчас в Северной Америке, Германии, Великобритании работают сотни подобных установок. Ведь по теплоте сгорания так называемый биометан приближается к природному газу. И позволять такому ресурсу улетучиваться в атмосферу, как минимум, неразумно. Зарубежный опыт с успехом используют и наши компании. В России первая электростанция на свалочном газе открылась в 2016 году в Крыму. Органические вещества, входящие в состав бытовых отходов, являются пищей для анаэробных бактерий, разлагающих их на первичные элементы. В результате этого процесса выделяются в основном метан до 70% и углекислый газ. В небольших концентрациях также могут содержаться азот, кислород, водород и сероводород. Кстати, именно он придает свалочному газу столь неприятный аромат. Например, сейчас установка на полигоне Ядрово позволяет ежечасно получать 2500 кубометров газа. Пока его просто сжигают, не пытаясь извлечь какую-нибудь пользу. Но посмотрите, на этом объеме можно выработать около 24 мегаватт энергии. То есть небольшая электростанция в рамках рекультивируемой свалки способна обеспечить электричеством сразу 100 тысяч семей. В 6 раз больше, чем сейчас живет в Волоколамске. С сжиженным газом можно также заправлять городской транспорт. Рекультивируемые свалки способны вырабатывать экологически чистую энергию и достаточно долгое время. Например, подсчитанно из одной тонны твердых бытовых отходов выделяется около 200 кубометров свалочного газа. А теперь представьте, на полигон Ядрово только за последние 7 лет завезли более 2 миллионов тонн мусора. Их потенциал более 400 миллионов кубометров газа. И при нынешних темпах эмиссии этого хватит на 18-19 лет непрерывной работы электроустановок. Но пока нужно решить самую насущную проблему – победить зловоние, которое исходит от полигона. Для этого и служит газовый факел. При сжигании биометан превращается в углекислый газ, который бы так или иначе попал в атмосферу в результате разложения отходов в теле свалки. Кстати, специалисты отмечают, что срок окупаемости установки по дегазации, которую используют на полигоне Ядрово, может составить всего 5-6 лет. В коммерческом смысле получение энергии из биогаза станет полезным бонусом. Алексей. Спасибо, Вадим Заводченков о полезном мусоре.